вот там вот продается дома написано дом берег продажа я вот не сентиментальный человек но честно говоря даже не знаю смог бы я в таком доме жить ну учитывая ту историю которая есть у меня в семье потому что мой дед александр романов вот когда-то здесь был в качестве радиста его ранило и собственно это его и спасло его переправили потом обратно на тот берег но он в этом плане был счастливчик потому что многим из тех с ним тогда переправился на этот берег так не повезло они прямо тут и полегли поэтому место ну такое довольно странное для проживания хотя его знает некоторые вот гуляют в принципе загорает на марсовом поле не задумываясь что это братская могила ну и что тут это такой ленинградский дзен то есть но самый доступный ленинградский дзен для меня это конечно же перскоревское кладбище вот я жил там неподалеку на академической и даже бегал иногда и там у меня случилось совершенно просто какая-то простите за это слово метафизическая история я бежал по аллее с левой стороны от кладбища и и нам были такие вот деревья в два ряда и вот ты бежишь я бежал один ну там не было конечно тишина полнейшая потому что рядом проспект оттуда доносились доносился шум машин но все равно чем дальше ты отбегаешься проспекта тем тише становится атмосфера и туда в какой-то момент реально вот все птицы как один просто спорхнули их было не слышно туда не все спорхнули начали кружиться надо мной вот это был такой приход мне показал что это действительно душа вот этих ленинградцев которые там лежат и которые таким образом может быть пытается мне что-то сообщить в общем когда приезжаешь на пискаревское кладбище то в принципе все свои проблемы все вот эти узнаете офисные какие-то ну что вас нас там волнуют да неоплаченные счета какое-то недопонимание с клиентами и так далее и тому подобное в общем вот это все она как-то остается моментально на заднем плане потому что обстановка тому соответствует ну а вот здесь на низком пятачке это еще более мощнейший дзем тут нет вечного огня хотя кто знает может когда-нибудь и зажгут но это правда связано с определенными так понимаю техническими сложностями необходимостями но каждый раз когда сюда приезжая я вижу что здесь постоянно ведутся работы прибавляется кстати табличек на братских могилах то есть ленинградцы они приезжают ну ленинградцы между потомки те кто здесь воевал и ставят соответственно фотографии своих дедов прадедов отцов может быть в принципе на пискаревке все то же самое происходит и я думаю что если надо вот как-то сделать паузу для этого совершенно не обязательно кушать твикс для этого можно приехать сюда даже если никто из ваших родственников здесь не воевал как скажем в моем случае а просто приехать сюда немножечко ознакомиться с историей данного места посмотреть какие потери здесь несла красная армия в каких условиях это все происходило как немцы просто сходили с ума буквально потому что они были не готовы что такое количество людей откровенно ложится под пули ну то есть стоишь и как вот мясник это все мочишь из пулемета реально у некоторых там ехала крыша нас как бы есть такое мнение что немцы были звери ну да безусловно кто-то были за них были звери но были и нормальные люди которые как-то знаете ли не были готовы к такой мясорубке особенно после вот этого потрясающего европейского вояжа который они совершили плавно проникнув скажем во францию я когда водил экскурсию пару раз в париже я каждый раз выходя на тракадеро откуда видна эфелевая башня доставался в любимую фотографию где адольф элаузович как его там в общем по батюшке до гитлер стоит на фоне этой самой башни а вот в ленинграде товарищ адольф не оказался потому что наверное потому что наверное это не париж и в этом убеждаешься окончательно и бесповоротного в таких местах как невский пятачок настолько мирная здесь сейчас обстановка вы даже не можете себе представить птички поют буквально неделю назад были заморозки а сегодня вот уже днем было плюс 15 вот дом продается елочки растут живи не хочу но я думаю что буквально врагу не пожелаешь здесь оказаться тогда сорок втором году когда здесь оказался мой дед потому что это был самый настоящий ад на земле собственно вот о чем я думаю вспоминая все те рассказы которые были поведаны членами моей семьи о блокаде и боях под ленинградом а также все те рассказы которые мне пришлось услышать будучи журналистом ну и в общем то просто ленинград сам я абсолютно уверен что не будет никакой третьей мировой войны потому что она будет последняя и нам не удастся пережить всех тех ужасов какие довелось пережить например моей бабушке и моему дедушке каждое поколение считает что поколение следующее оно не такое как мы она гораздо хуже она ведет себя по-другому она не способна на те прекрасные вещи на которые способны мы это не только пресловутая проблема отцов и детей это в принципе традиционный поколенческий конфликт но учитывая то чего добился технический прогресс и то чего он добьется в будущем причем даже в ближайшем я смотрю на молодежь и подростков для которых лишний тычок пальцем в экран телефона уже проблема и глобальные страдания и как-то не верится что они состояние пережить вот такое точно так же как не верится что вот такое состояние пережить и мы с вами и я лично и в общем то на самом деле до чего что до любое поколение которое сейчас присутствует на территории российской федерации потому что если мы заглянем любой офис и посмотрим какие проблемы приходится решать там через какие неимоверные муки проходит офисный планктон становится очевидным что не пожрать лишний день и простоять весь день станка в таком вот состоянии это нечто за гранью понимания но при этом имеет место быть перенос подвига предков на нас самих нам кажется что если они были великими то мы не менее великие уж мы-то сейчас надрали бы задницу всем вот только дай нам возможность ух мы бы себя показали безусловно подобную концепцию проповедует не сто процентов граждан россии но она имеет место быть в нашем обществе я вот немного сомневаюсь в том что мы бы сейчас кому-нибудь там что-нибудь надрали потому что во первых мы изнежены мобильными телефонами автомобилями и так далее во вторых потому что наша власть как бы нас в том не пытались убедить наши дорожайшие западные друзья даже близко не похожа на власть при сталине и студенец перемолотые шкуры и сваренной кроличьи шапки либо оладьи из лебеды мы не стали бы есть даже на спор поэтому когда кто-то говорит о том что сталин был великий при этом на ногах у него фирменные джинсы либо джинсы которые претендуют на звание таковых он только что вышел из собственного авто а следующим его движением будет звонок службу доставки еды мне даже не смешно именно в таких местах как невский пятачок понимая что те кто тогда воевали были титанами а мы какие-то камушки у них под ногами это отнюдь не значит что нужно перестать гордиться великой победой но нужно четко отделять мухи от котлет это они они сделали эту великую победу они мы а самое главное что они сделали ее при таких обстоятельствах и в таких условиях которых мы бы сдохли уже бы ну не знаю через неделю или через месяц ну или по крайней мере начали бы ныть так что традиционный нытьё в какой-нибудь ленте фейсбуке где все всем недовольны от банков до курьеров в общем это нытьё показалось бы милым шелестением осенних листьев и притворяя анонсы моих грядущих мероприятий могу сказать что даже в стольном граде парижа где я проводил экскурсии и предупреждал людей что мы будем ходить очень много ну как много моей бабушки наматывавший блокадом ленинграде 40 километров в день зимой это много показалось бы ничем даже там были люди которые ну этого не удерживали говорили что нет извините это нам не по силам но на предстоящих турах москве и петербурге все будет не так жестко за исключением неимоверного испытания под названием дождь но практика показывает что большинство моих экскурсантов с этим справляется 11 июня в 7 часов ленинградский рок и слезы достоевского 12 июня в 7 часов но вечера конечно же гуляем по пешеходной улице васильского острова где среди прочего расскажу про террориста ничаева в москве 9 июня в 19.30 лубянка гордость и позор спецслужб 10 июня в 14.30 убийство в брюсовом переулке и дело сухого кобылина ссылки на все встречи в описании под этим выпуском прошу великодушно простить тех кому высказанные здесь мысли показались выпиющими кто с ними категорически не согласился но можно справиться даже с таким сложным делом как выслушать чужую точку зрения с которой вы не согласны это конечно же не так трудно как пережить блокаду но исполнимо на этом все прощаюсь с вами здесь с некоторым из вас увидимся 7 июня на лекции неизвестные горькие в нижнем новгороде а всем остальным пока